Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает прослушать сказку Анну Штонер «Маленький Дед Мороз путешествует вокруг света». Далеко на севере, в деревеньке, где живут Деды Морозы, все были заняты обычными делами. Соворачивали подарки, пекли печенья, очистили сани, прочесывали оленьем шерсть, работа кипела, куда ни глянь. И только Маленький Дед Мороз, один из всех Дедов Морозов, не участвовал в этой предпраздничной суете. Он, как всегда, первым начал готовиться к Новому году и уже собрал свои подарки. Теперь он спокойно распил снеговика. Ох, осталось всего в три дня, вздыхали Большие Дед Морозы. Не хочешь нам помочь? Но подарки-то вы и сами будете раздавать, спрашивал Маленький Дед Мороз в ответ. А слова не мальчика, но мужа, смеялись взрослые Дед Морозы. И Маленький Дед Мороз смеялся вместе с ними. Деды Морозы совсем не такие серьезные, какими их считают люди. Конечно, Маленький Дед Мороз с удовольствием помогал и взрослым. И вот настал день, когда Деды Мороз должны были отправляться в путь. Взрослые должны ехать к детям, а Маленький Дед Мороз шел поздравлять зверят, как было каждый год, ведь Маленький Дед Мороз был лесным Дедом Морозом. Рано утром, в день отъезда, Маленький Дед Мороз вышел на улицу и увидел перед собой опустевшую деревню. Все дома стояли темные, и только в одном, самом большом, окна светились. Это была больница. И ничего хорошего Маленький Дед Мороз уже не ждал. «Ах ты, елка новогодняя!» – услышал Маленький Дед Мороз. Голос главного Деда Мороза украдкой заглянул в больничную палату. Там он и увидел, в чем дело. Большие-то Дед Морозы лежали в кроватях, и лица у них были все в красных пятнах. «Новогодняя лихорадка!» – сказал доктор. «И она заразная?» – спросил главный Дед Мороз. «Еще как!» – ответил доктор. «Ну-е-ну!» – подумал Маленький Дед Мороз. Тут большие Дед Морозы заметили его и поскорее выставили за дверь. «Ах ты, засохший пирог!» – снова услышал он голос главного Деда Мороза из-за двери. Все большие Деда Морозы лежали в больничных койках и заболели только главный Дед Мороз и доктор Дед Мороз. Но вдвоем им со всеми детскими подарками не управиться. К тому же доктор должен оставаться с больными, а времени между тем оставалось все меньше и меньше. «Ой, я придумал! Я придумал! Звери!» – закричал Маленький Дед Мороз. «Звери?» – переспросил главный Дед Мороз. «Конечно, они-то нам помогут!» «Медведи, лос, лиса, филин – не все-все помогут!» «А ведь ты ведь прав!» – согласился главный Дед Мороз. На том и порешили. Маленькому Дед Морозу не пришлось зверей уговаривать. Вечером они отправились в большое путешествие. Впереди на своих санях летел главный Дед Мороз. Вторыми санями правил Маленький Дед Мороз. Третьим управлял медведь, а за медведем следовали остальные звери. Сначала они направились на север, к Великим Ильдам. Затем облетели вокруг света, через горы и озера. Проследовали мимо реки, морей, маяков у моря и ветреных мельниц, заглядывая по пути и в маленькие деревни, и в большие города со множеством домов. В одном городе дома были такие высокие, что даже филину было слегка не по себе, но он не поддавал виду. А зато городская мышка хорошо понимала, куда держать путь. А в другом городе они увидели железную башню. И лось захотел узнать, зачем она нужна. Для красоты, объясняла хитрая лисичка. Прямо как ветки. У него на голове захихикали болевые мыши. К счастью, лось их не услышал. А где-то еще целый город был построен прямо в море, а вместо улиц были большие и маленькие каналы. Не хватало еще кому-нибудь упасть в воду, сказал главный Дед Мороз. Не бойтесь, проворчал медведь, мы умеем плавать. А заяц ничего не сказал, но только маленький Дед Мороз заметил, как тот и задрожал от задних лап до кончиков ушей. И только один раз за все путешествие главному Деду Морозу пришлось отчитать маленького Деда Мороза. Тот пролетел под мостом, а не над ним. Но на самом деле главный Дед Мороз совсем не злился. Когда он был молодой, он как раз сделал все так же. Только это было очень давно, и никто от этого даже и не узнал. Путешествие продлилось всю ночь. И когда главный Дед Мороз оказался наконец на пороге своего дома, он подумал, что вообще-то староват уже для таких приключений. А в следующем году он вовремя отправит Деда Мороза сделать прививкой. И тогда, вероятно, сможет оставаться дома и спокойно попить чайку. Главный Дед Мороз заварил себе чаю и уселся в любимое кресло. А маленький Дед Мороз пил горячий морс с имбирным печеньем. А звери получили наконец свои новогодние подарки. Вот это был праздник. И только сурок все пропустил, потому что спал, завернувшись в цветную оберточную бумагу. А заболевшие Дед Мороза получили только постный суп и лекарства. Лечиться еще не меньше недели, сказал доктор строго. И ни одного имбирного печенья, спрашивал Дед Мороза. Но ведь оно такое вкусное. Во время новогодней лихорадки печенье есть нельзя, сказал доктор. А ему лучше знать. Деды Морозы еще немного поворчали, да и успокоились. Тем более, что их ждал еще и чай с медом. А дети? Дети хоть и ждали? Допоздна так и не узнали, что Дед Морозы в этот раз были необычными. Ночью малыши уже крепко спали в своих кроватках. За сколько радости было утром, когда они увидели подарки. И только один маленький мальчик не спал всю ночь и глядел в окно. А потом еще долго рассказывал, что Дед Мороз сзади очень похож на лося. Но никто ему не поверил. Субтитры сделал DimaTorzok